Совместные успехи и дальнейшее сотрудничество Вениамин Кондратьев обсудил с зарубежными предпринимателями. Встречу в таком формате краевая власть и бизнес провели впервые. Несмотря на санкции и запреты, в Краснодарском крае работают около 300 предприятий с иностранным капиталом. Своё дело в регионе открыли предприниматели более чем из 30 стран. В прошлом году объёмы прямых иностранных инвестиций в экономику нашего реки у нас составили более 1,3 млрд долларов США. Это только за прошлый год. Поэтому для меня, конечно, это цифра, которая внушает оптимизм. Конечно, вы видите, что происходит по отношению к России, стране Америки. Какое-то сумасшествие усиливается. Поэтому важно сохранить сегодняшних партнёров. Конечно, если удастся расширить их, это хорошо. Но условия для тех, кто сегодня сидит в этом зале, которые сюда не пришли, должны быть максимально комфортными. Многие иностранные бизнесмены работают на Кубани уже почти четверть века. Например, давний партнёр региона – крупнейшая компания «Данон». В прошлом году она даже открыла в Краснодаре свой бизнес-сервис-центр. Там средоточены финансовая, техническая и кадровая службы. Всего же на таких предприятиях работают около 4,5 тысяч кубанцев. В их числе и сотрудники немецкого класса. С компанией был заключён первый в России специальный инвест-контракт. Он предусматривает налоговые льготы и целый комплекс мер господдержки. С регионом фирма сотрудничает уже не одно десятилетие. А его генеральный директор Ральф Бендиш уже практически без акцента называет Краснодарский край своим. К нам едут посоветоваться именно в нашу компанию в край и попросить и обсуждать вопросы и планы инвестирования в России. Не всегда это, конечно, заканчивается решением образовать, построить этот бизнес в нашем крае. Но им нужен наш рынок и так далее. То есть, поэтому им просто нет возможности пойти в другой регион. Они придут к нам раньше или позже, не знаю. Они придут к нам, да. К нам в регион. Ральф, ну мы тоже говорим «наш класс», понимаешь? Да. Я на всех уровнях говорю «наш класс», немецким брендом, но тем не менее. За первые пять месяцев этого года торговый оборот только между Россией и Германией увеличился на треть. И это несмотря на внешнеполитическую ситуацию. На больших этих совещаниях, когда выступают главы различных регионов и все там говорят о инвестиционной привлекательности своего региона, они говорят о том, а я всем инвесторам дам свой мобильный телефон, но меня это, честно говоря, не сильно то впечатляет. Я думаю, что вот такое действенное сопровождение, оно гораздо более полезно. Ральф, важно создать систему максимального комфорта для всех инвесторов, которая без всяких мобильных телефонов должна работать как часы, чтобы проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, они решались. И для меня важно, как они будут решаться – в одиночку или при помощи и поддержке власти. У меня нет повода говорить плохо о чем-либо по поводу комфортности ведения нашего бизнеса. На заседании участники консультативного совета по иностранным инвестициям сегодня больше говорили о положительных результатах. Подобные встречи договорились проводить регулярно. И Вениамин Кондратьев призвал на них также открыто обсуждать проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться с зарубежным инвестором и совместно искать пути их решения.